День шестой. Находимся мы в порту города Неаполь, Италия. За мной вы можете видеть порт, наш лайнер. Мы идем в город погулять. Если хватит времени, возможно, даже попадем на Визурию. При выходе с порта стоит вот такая большущая крепость. И в нее можно даже зайти вовнутрь. Сейчас мы находимся на площади. Как видите, площадь называется? Пьяцца Муни Чипио. Это мы зашли вовнутрь Королевского дворца. Здесь вот к дворцу подъехала такая красивенькая Бентли. С нее вышли жених с невестой. Вот они сейчас будут венчаться. Сейчас мы тоже поздравим их и пойдем к столам. Вот по середине площади идет какая-то стройка. Думали, ну что-то здесь реставрируют. Когда приглядел, здесь просто-напросто строят метро. Не думаю, что это хорошая идея. Прямо в центре памяти к архитектуре строить метро. Неаполь, город Миллионник. Как я видел, здесь вот есть метро. И две станции входят в десятку самых красивых станций в мире. Станция Тали-Ледо и университетская. Полазать в Дер-Ламаре 16 век. Дер-Ламаре 16 век. Это вот копия плащаницы, в которую был завернут Иисус Христос. Оригинал находится в Турине. Если приглядеться, можно даже увидеть вот лицо. Побыли мы сейчас вот в этой церкви святой мученицей Екатерины. Это вот памятник людям, которые проголосовали после референдума за объединение Италии. Плотными такими рядами стоят мотороллеры. Это у них очень распространенный вид транспорта. Так как машины не везде могут проехать, много улочек. А вот на мотоцикле, на мопеде вполне можно сделать. Ну вот мы вышли на набережной. Открывается очень красивый вид на город. Красиво, да, Этика? С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай-ка отдохнем перед едой. Это Костел Дела Овы. Как переводится, крепость яйца. Вдалеке вот вы можете видеть вулкан Везуви. Он считается спящим вулканом. Но в этом и опасность. Если вдруг он проснется, то он накроет пол Европы пеплом. Нет. Это Умберто. Памятник Умберто. Король Италии. О, король Молдавии. Вечерка. Тавка чешель розыса. В розовом халате. Этика говорит, такое впечатление, что мы в Одессе. Вот такая вошлая лавка артишоки по 2 евро у вас не стоит бешеных денег Эти улочки неапольские напоминают фильм бриллиантовая рука А здесь вот станция переносная местного радио вот прямо под открытым небом ведут прямой эфир А вышли мы вот на площадь к фонтану Ну а мы решили прокатиться на метро поехать в другую часть города там что-нибудь поснимать метро у них в виде не строят здания большие просто вот лифт и вот эскалатор прямо как метро мы вот находимся в метро когда спустились нету такого вот запаха знаете как вот в Москве просто как будто какой-то подземный переход зашли билетики здесь тоже в таких вот терминалах продаются проезд на метро стоит 1 евро 10 центов спускаемся по экскаватору все в красивой такой мозаике как будто находишься в каком-то аквапарке само метро Неаполя достаточно новое но на его оформление правительство выделило большие деньги пригласило лучших художников и оформителей и как можете видеть у них это получилось как я уже говорил вот эта станция входит в десятку самых красивых станций в мире есть еще станция Гарибальди и университетская сейчас мы на них тоже наверное выйдем я там поснимаю само оформление залов вот такие панно в морском стиле все в таких синих тонах очень красиво главное чисто и нет вот как я уже говорил такого спертого запаха знаете как в метро пахнет солярой мазутом и всем остальным мы вышли на станцию Гарибальди по экскаватору вот так наверх поднимаемся современный дизайн так все сделано но я бы не сказал что прямо так шедеврально например в России в той же Москве или Питере метро тоже очень красиво оформлено может не так ухожено конечно как здесь но тоже очень красивые работы из мозаики как по экскаватору мне не сказал логику логику летом мы сушьем маленький логика перехода это крепость в квартал плану вот мы нашли такой интернациональный магазин где можно все купить русская румынская украинская селедку крузную муку печку ниже этого ничего нету сейчас так заскочу чуть-чуть вот так прямо как наш супермаркет зашли вот такой магазинчик мебелью для цыган мы вот проехали еще одну станцию на метро в станции марджелина здание вокзала это церковь идем через парк уже в сторону порта парк вот с двух сторон улица оживленные в середине вот так выстрел и Субтитры сделал DimaTorzok Вот сейчас хорошо видно Везувий, облака рассеялись, то уже в порту заходим на корабль, пойдем ужинать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok